и добрый день друзья алексей буна связи у нас сегодня следующая следующая встреча что я хочу ответить сегодня на несколько некоторые вопросы вот мне были комментарии по поводу патриархата и первое я хочу рассказать вы наверно знакомы с такой вещью как патриархат и вот мне написали что вот алекс ты у тебя там такой добрый патриархат и я обратил в это время я обратил внимание что слово патриархата мы не негативный оттенок и очень часто говорят патриархат это значит что преимущество уделяется мужчинам и сейчас это выглядит как о это неправильно но это не означает то что это сейчас неправильно не говорит о том что это было неправильно немного раньше я хочу вам объяснить это просто что патриархат основан на простой очень рациональной идее что ресурсы ограничены их нужно направить в то место где мы получим наибольшую прибыль у нас нету избытка ресурсов как сейчас как сейчас у нас есть очень много избыточного и мы поэтому можем там наряжать женщин всякие вот такие смешные наряды устраивать fashion show где совершенно никому не нужно производить совершенно никому не нужные вещи но какое-то время назад может быть даже еще 50 лет назад такого не было ресурсы были ограничены и поэтому если вы должны можете кого-то направить в колледж или вы кому-то можете обучить грамоте там письменности то всегда было выгодно это сделать мужчина мальчику потому что он будет это отдавать он будет это использовать он будет в этом развиваться в отличие от девочки потому что она будет заниматься 15 лет ее жизни будет посвящено просто ухаживанию за ребенком 15 а то и 20 10 10 до 20 лет поэтому она просто совершенно естественной причине по совершенно объективной адекватной причине она не будет не сможет это воплотить не сможет это использовать и когда ресурсы ограничены естественно что выглядит как будто бы все привилегии направляются в сторону мужчин хотя на самом деле в этом есть совершенно разумная вещь потому что ограниченное количество ресурсов и их выгодно если мы кому-то можем например мы обучим его читать писать мальчика да он может стать стать каким-то там не знаю там юристом и еще что-то еще что-то и он будет постоянно это тренировать если вы что-то какой-то навык не тренируете 10-20 лет то вы сами понимаете что навык требует постоянной работы поэтому и чисто из разумных соображений не было выгодно вкладывать в делу в девочек много усилий много ресурсов а так ресурсы ограничены их направляли мальчиком поэтому с этим абсолютно все в порядке и патриархат я думаю его надо убрать от совершенно такого негативного оттенка которого патриарха то там такое было подавление женщин на самом деле никакого там подавления женщин не было были преимущества мужчинам по совершенно очевидной причине между прочим были преимущества мужчинам для того чтобы мужчина мог помогать женщине понимаете обратите внимание что женщина очень часто говорят о мужчинам там привилегии различные но обратите внимание что женщины имеет возможность часто говорить потому что они обладают очень многими комфортами очень многими вещами которые которые облегчают их жизнь, как пылесос, фен, лифты, машины, всякие стиральные машинки. И кто это сделал? Это на самом деле мужчины. И очень интересно, что мужчины начали заботиться о женщинах, создавать всякие орудия, приспособления, которые бы облегчали жизнь женщин еще до того, как они начали беспокоиться о своей безопасности. Такие всякие каски, ремни безопасности, они появились позже, после того, как уже было создано какая-то, труд женщин был облегчен. И это все происходило в полном патриархате. Обратите внимание, все энергосберегающие, силосберегающие приспособления, ресурсы, предметы, машины, все изобретено мужчинами. Мобильные телефоны изобретены мужчинами, и женщины теперь этим могут пользоваться. И большинство этих вещей, начиная с стиральных машин, начиная с машин, автомобилей, было сделано в период еще патриархата. Второй момент, который я хочу здесь затронуть, это... Женщины очень часто говорят, мы хотим сравняться с мужчинами, мы хотим стать такими же равными с мужчинами. И здесь, если это невнимательно слушать, это выглядит так, как будто женщины как-то подавлены, как-то они обделены чем-то. Хотя на самом деле сейчас число женщин в высших учебных заведениях, в колледжах, в интеллектах превышает уже, превышает количество мужчин. Мужчины, между прочим, занимаются самой тяжелой и грязной работой. Но я хочу обратить внимание на один момент. Женщины хотят равенства. И я тогда не понимаю один момент. Почему они не заботятся о мужчинах? Продолжительность жизни мужчин на 6-8 лет ниже женщин. Если женщины хотят равенства, так почему я не слышу в их кругах таких идей, как, а как бы нам помочь мужчинам? Как бы нам облегчить труд мужчинам? Как бы нам сделать так, чтобы жизнь, продолжительность жизни мужчин повысилась? Почему мы не слышим это со стороны женщин? Как правило, если это аргументы использовать, женщины говорят, то мужчины сами виноваты, потому что они, может быть, там пьют, они там дерутся. Ну, это интересно. Но женщины тогда жалуются на то, что мужчины их насилуют. Насилие над женщинами, изнасилование, да? Но мужчины не говорят вообще-то, что вы сами виноваты, что вас насилуют. Хотя во многих случаях это именно так. Я помню, была одна ситуация, где там было нападение, сексуальное нападение на женщину. И полицейский один сказал, ну, ему нужно просто носить менее вызывающие одежды. И как женщины на него ополчились? Как? Неправильно. То есть, ну, то, что он сказал, это совершенно верно. Во многих случаях, когда женщины страдают, они страдают по своей вине. Они страдают, потому что им нужно соблюдать определенные меры осторожности. И не полностью, не просто следовать своему тщеславию, неограниченному тщеславию. Потому что с детства девочек приучают, что ты такая красивая, и тебе не надо ничего для этого делать. Поэтому женщины привыкают, что они могут добиться всего без приложения какого-то усилия. Это называется тщеславие. То есть, их надо хвалить, их надо поддерживать, о них надо заботиться. Чуть что, у них какая-то эмоциональная нестабильность у нас. И все, получается, что мужчина тут же и виноват. Но давайте рассмотрим еще один аргумент женщин, что мужчины нас бьют. То есть, в семейной жизни такие мужчины нехорошие нас бьют. И здесь я бы разбил это на две вещи. Во-первых, во многих случаях женщины сами провоцируют это. Если они не умеют общаться, если они изначально выбирают мужчину с надеждой, что они потом его смогут изменить, то есть, не умея выбирать мужчину. То есть, ответственность женщины или роль женщины, и это очень важная роль во всей цивилизации, в том, чтобы выбрать здравомыслящего мужчину, который бы о ней заботился. Если мамочка ее не обучила, как выбирать мужчину, а бы научила только, как манипулировать мужчину, то эта девушка будет считать, а, все мужчины все равно плохие, поэтому неважно, кого мне выбрать, выбирать мне не надо, раздумывать не надо, рассматривать не надо. Достаточно пойти в такое эмоциональное влечение, эмоциональную любовь, создать у него эмоциональную ко мне привязанность и начать им манипулировать. И женщины совершают огромнейшую ошибку, когда они думают, что они смогут мужчину как-то улучшить. Этого никогда не происходит. И типичная ошибка женщины, что она выходит замуж и говорит, так, он мне не нравится вот здесь и здесь, но я его постепенно поменяю. И они думают, что и поэтому возникает вот это, что называется, пилить мозги, и вот она пытается его поменять. И мужчина, когда видит, что его пытаются поменять, он сопротивляется. И если женщина настаивает и настаивает, он просто уже выходит из себя, потому что у него много тестостерона, и он может ее ударить абсолютно нормально. Но должны ли мы здесь винить мужчину? По-моему, здесь виновата женщина, потому что именно она выбирает мужчину. И проблема современных женщин в том, что они во многих, не буду говорить большинстве, во многих случаях воспитываются одинокими мамочками. Одинокая мамочка – это та женщина, которая развелась к мужем, и которая поэтому имеет огромнейшую злобу на всех мужчин. И поэтому, когда она воспитывает эту дочку, она и говорит, «Это мужчины такие плохие, вот он, мой прежний муж, такой плохой, вот он-то мне то сделал, вот он мне то сделал». Просто обвинение мужчины. И дочка вырастает. «А, все мужчины плохие, но поэтому ими можно просто манипулировать». То есть они разум не понимают. Ими нужно просто манипулировать, и я их буду манипулировать. Поэтому мне не нужно искать нормального мужчину, который бы мне подошел, потому что его все равно нельзя найти. Мне нужно просто взять какого-то, а потом его менять. И в этом ошибка того, что мужчины бьют, потому что мужчины не любят. Потому что мужчина понимает, что если ты меня выбрала, то ты выбрала меня полностью, ты выбрала меня, ты любишь меня таким, какой я есть, ты принимаешь все мои качества. Женщины на самом деле здесь очень сильно хитрят. Когда они говорят, я тебя люблю, я хочу за тебя замуж, они имеют очень часто, они имеют в виду следующее. «Мне часть в тебе мне нравится, а часть мне тебе не нравится. И поэтому вот та часть, которая мне в тебе не нравится, я буду против нее бороться. Но я тебе об этом говорить не буду. Я буду действовать скрытно. Я буду постоянно тебе пилить, давить, давить так, чтобы вот эту подавить твою вон ту часть, которая мне не нравится. И здесь виноваты женщины, потому что они должны выбирать правильного мужчину так, чтобы они могли принять этого мужчину полностью, без необходимости изменений. Но эта истина очень слабо доходит, потому что они настолько тщеславие о том, что я могу любого мужчину там ты-ды-ды-ды-ды прокрутить, там этого улыбнуться, там это, там это, и я его так, и так, и так, и он будет делать все, что хочет, все, что я пожелаю. Это тщеславие, это излишне огромнейшая самоуверенность. И вместо того, чтобы выбирать нормального мужчину, женщины говорят, а, я его буду менять. А вина женщин, если такой мужчина ее бьет, извините, это вина женщин, потому что вы не можете брать половину человека и подавлять половину человека, постоянно его давить, что ты должен быть не таким, не таким, не таким. Если ты вышла замуж, ты принимай меня таким, такой я есть полностью. Я вот недавно просмотрел ВКонтакте обычную такая группу, посвященную женщинам, и все посты имеют примерно такую, как бы, идею в себе. Я такая классная, я такая, я такая изумительно прекрасная, мужчины меня не понимают. Что я не нашел? Я просмотрел немного, может быть, 20 по 100, вот так просто на выбор взял. Я не нашел ни одного, ни одной благодарности мужчинам. И это пишут женщины, которые используются мобильными телефонами, живут в домах, ездят на машинах, поднимаются на лифтах, которым не надо заниматься ручным трудом. И ни одного, ни одного благодарности мужчинам, ни одна она не написала спасибо мужчинам за то, что они облегчили нашу жизнь. Потому что сто лет назад я должна была вкалывать вот так с утра до вечера. А теперь я могу позволить себе быть вот в этом платье, которое тоже изобретено мужчинами. Может быть, пошито оно, там женщины работают. Но кто построил эти фабрики, где женщины работают? Построили их мужчины. И ни одной благодарности. В общем, отношение женщин к мужчинам, это примерно такое. Вы во всем виноваты. Мы такие классные. Мы хотим равенства, потому что нас обделили. Дайте нам чего-то больше. Но почему вы тогда не занимаетесь проблемой неравенства продолжительности жизни? Мужчины погибают чаще. И при том, как только какая-то война, как только какая-то опасность, Сразу же кто идет на фронт? На фронт идут мужчины. Быстро вспоминают про мужчин. Пожалуйста, пушечное мясо. Вперед, защищайте нас. Когда все в порядке, нет ни одной благодарности для мужчин. Недавно прочитал одну новость. И достаточно такая ужасная новость. То есть, один человек, мужчина, Хотел встретиться с девушкой. И для этого он хотел приехать к ней на Мерседесе. И для этого он убил шофера и украл у него Мерседес. Просто для того, чтобы приехать к девушке на Мерседесе. После этого он еще флиртовал с многими девушками. Рассказывал, какой он крутой. Показывал фотографии с Мерседеса. И это действительно. Вот я прочитал это в сайт Ньюсру. И я подумал, Это насколько нужно быть полностью погролщенным идеей, Что перед женщиной нужно просто повыпендриваться. Это насколько быть клоуном. То есть, клоуны, они, по крайней мере, безобидны. Они выходят в женщину и говорят, Вот такие мы клоуны. Мы будем тебя развлекать. И приучают женщин к тому, Что мужчина только нужен для развлечения. И, между прочим, огромнейшее отличие от Филиппин. На Филиппинах большинство женщин Не рассматривает мужчину как развлечение. И с ними очень интересно, Что я могу с ними поговорить очень серьезно. Очень часто я встречался с девушками И задавал им вопрос, Каковы твои цели в жизни? Что ты хочешь достичь в жизни? И представьте себе, Что я бы встретился где-то в Европе Вот с такой женщиной И спросил, Каковы твои цели в жизни? Я думаю, что реакция была бы следующая. А ты что, меня не развлекать пришел? Давай-ка ты меня поразвлекай, Потому что у меня тщеславие, У меня огромное тщеславие, Я хочу, чтобы меня развлекали. С филиппинками можно просто поговорить серьезно. Вот эта черта, серьезность, Она вот проходит через все филиппинские. Вот я наблюдаю раз, Я вспоминаю других девушек, И другими общаюсь. Они серьезно, Они подходят к жизни серьезно, Они понимают, Что на них лежит ответственность. И там за семью. Они, конечно, По какой-то причине, Очень часто позволяют мужчинам просто, Вот если она забеременела, И мужчина сматывается. Очень много таких ситуаций. Но если вот так с ней говоришь, Она очень серьезно подумает о жизни. И поэтому происходит очень интересная вещь. Вы встречаетесь с такой девушкой, И вы чувствуете, Что, о, боже мой, Мне не нужно ее развлекать. Я могу просто с ней пообщаться. И на действительные вещи, Которые интересуют. Не просто развлечение. Потому что вот этот случай, Вот это, Где человек убил водителя, Чтобы захватить мерседес. И притом для чего? Для того, Чтобы просто похвастаться перед девушками. И вот эта культура, Она воспитывает мальчиков в том, Что они должны хвастаться перед девушками. И девушки должны стоять, О, поразвлекай меня это, Поразвлекай меня это. Я уверен, Что есть много хороших девушек. Но, к сожалению, Они обделены вниманием. Потому что вся культура основана На копировании образов нескольких актрис. И вы можете заметить, Что очень часто Современное понятие красоты женщины, Это некоторая такая агрессивность. Вот посмотрите на фотографии, То, что вот, казалось бы, Нам показывают, Как должно быть красиво. И я посмотрел на эти, Вот эти фотографии, И большинство показывают Некоторую агрессивность. Откуда происходит? Потому что все копируют, Некоторых нескольких актрис. Актрисам уже надоело Внимание репортеров. Репортеры хотят их сфотографировать. И поэтому эти актрисы, Когда уже фотографируются, Они смотрят на репортеров, Вот так, с презрением. Давайте вы быстрее вот отсюда Валите все. И все остальные женщины Начали копировать эту вещь. И поэтому они начинают Такую смотреть, Пренебрежительным взглядом. Пренебрежительным взглядом. И мужчины это покупают. И я думаю, что это уродливо. Я думаю, что это просто-напросто уродливо. Вот я недавно просмотрел Просто обычное фэшн-шоу. То есть выставка вот этой моды. Я посмотрел на эти Одежды женщин. Вот такие, такие, такие. И я вижу там только одно тщеславие. Все это неудобно. Все это бесполезные траты ресурсов. На эти деньги можно было бы построить, Не знаю, купить пылесос. Или построить что-то полезное. То, что можно действительно использовать. Вот посмотрите. Мы можем тратить деньги на то, Что действительно много лет Будет приносить какую-то пользу. Пользоваться, построить школу, Построить больницу. И мы можем подарить женщине какой-то наряд. И вот подарить женщине какой-то наряд, Она будет наслаждаться Считанные минуты за всю свою жизнь. Вот просто, просто вот так показаться, Что я такая вот, я такая изумительная. И это все, использование, Это просто бесполезные траты ресурсов. И вот у нас есть это шоу, Которое показывается совершенно неудобные наряды. И все, что я вижу, Я не вижу там красоты, честно вам скажу. Я вижу там уродство. Это просто уродливо. И неужели мужчины, Это мы не видим, что это уродливо. И чем больше мы ухаживаем За такими уродливыми женщинами, Тем больше мы провоцируем их тщеславие. Тем больше мы поддерживаем их тщеславие. Потому что, вместо того, Чтобы найти какую-то женщину, Которая умеет работать, Которая не пытается мужчину обвинить, Которая готова участвовать в семье, Очень часто мы ухаживаем за просто... Для нас важно, Чтобы на нас обращал внимание весь мир. Намалеванными дурами, Просто которые разукрасили себя С помощью макияжа. И вы должны понимать, Что макияж это обман. Давайте это уже как-то признаем. Потому что, Это красота, Это красиво. Вот я не вижу там ничего красивого. Потому что кожа должна быть такой, Какая она есть на самом деле. Нет ни одной причины, Почему женщина должна скрывать свою внешность. Как бы намалевывать на себя. Это не нужно. Это бесполезные траты. Вместо того, Чтобы как бы расширить какую-то, Почитать какую-то полезную книгу. Как-то заняться философией. Понять какие-то вещи добрее и злее. Что правильно, что неправильно. Сколько сил они уделяют тому, Чтобы просто накраситься. Накрашивание это просто манипулирование мужчинами. Вы должны просто это прекрасно понимать. Это прямая ложь. Это женщина, которая лжет. Просто прямо лжет. И хочет вами манипулировать. Потому что макияж основан просто на показе, Что я сексуально возбуждена. Красные губы, Приливается кровь. Красные щеки. Там вот это. Такие румяна. Приливается кровь. И как будто я сексуально возбуждена. Идея просто сексуально возбудить мужчину. Больше ничего в этом нет. То есть, там нет ни какой-то красоты. Потому что красота в части красоты есть. В красоте должна быть часть какая-то полезности. Мы не можем просто отделить красоту от полезности. Потому что изначально люди разумывались. Им нравилось то, что приносит пользу. И здесь мы видим вот это. Если мы ухаживаем за женщиной, Которая намалевывает на себя. Мы просто поддерживаем ее ложь. Что вы тогда... Конечно же, потом, если вы на ней женитесь, Эта женщина начнет вами манипулировать. Пытаться вас подстроить под себя. После этого вы начнете сопротивляться. Она начнет еще больше давить. Потому что у нее нет никакого плана Б. Понимаете? Ее мамочка обучила только манипулировать. И вот это стратегия. Потому что женщина обучает манипулировать, Но не обучает признавать свои ошибки. Вот я хочу просто мужчин спросить. Сколько раз за последнюю неделю... Давайте возьмем какой-то конкретный случай. Может быть месяц, может быть неделю, Может быть две недели такой средний срок. Сколько раз ваша девушка или ваша жена Извинились перед вами? Мне интересно, сколько раз они извинились? Потому что я думаю, что это количество ноль. Потому что у женщин есть такой бздык, Что извиняться это плохо. Я всегда должна быть права. И отличие филиппинок, я вам скажу, В том, что филиппинки умеют извиняться. И я когда это заметил, Вы знаете, как будто бы во мне был этот груст. Потому что общаясь с женщиной, Она всегда в любой ситуации, Она хочет выглядеть правой. Изо всех сил. С помощью каких-то передергиваний. С помощью каких-то выдергиваний из контекста. Всего лишь бы оказаться правой И сделать мужчину неправой. Одинокие мамаши, которые воспитывают дочку, Воспитывают ее в двух направлениях. Ей обучают две вещи. Ты такая супер-супер. А мужчина во всем виноват. И мы тебе научим несколько трюков, Как делать мужчину виноватым во всем. С помощью передергивания фраз. С помощью каких-то, например, Создать у него такое эмоциональное подъемное состояние. Влюбить его в себя. И потом попросить несколько обещаний. А потом говорить. О, эти обещания ты же обещал мне. Ты должен выполнить. Постоянное желание обвинить мужчину. И когда я приехал на Филиппиды, Я увидел, что филиппидки умеют извиняться. И я вам хочу сказать, что я считаю, что умение извиняться, Этот критерий хорошей девушки. Если она умеет извиняться, она умеет себя моделировать, Умеет себя изменять. Она не будет просто стараться изменить вас. Если она может признать свои ошибки, То ваше признание ошибки, это огромнейший добродетель в любом человеке. Вам всегда, я думаю, вы заметили, Что вам всегда удобно общаться с человеком, Комфортно общаться с человеком, Который умеет извиняться, Который, если он наступил вам на ногу, Для него не составляет труда сказать, О, извини, пожалуйста. О, я ошибся, ошибся. Все понимают, что все люди ошибаются. Все люди ошибаются. Только женщины не ошибаются. Только женщины считают, что ошибаются только мужчины. Женщины не ошибаются. Если вы находите такую женщину, Которая за неделю, за две, Ни разу перед вами не извинилась, То будьте аккуратны. Потому что эта женщина считает, Что, ну, если у вас было какое-то взаимодействие, Понимаете, если вы встретились в кафе, За неделю, а полчаса, То она может действительно не сделала никакую ошибку. Не уронила там мебель, Не уронила ключ, Случайно там не стукнула стол, Не потревожила вас. Вот, допустим, вы с чем-то заняты, И она не подошла и так, А, да-да-да-да-да-да-да, Потревожила. О, извини, пожалуйста, я тебя потревожила. Вот это, если маленькое время. Если вы действительно общаетесь, То такого не может быть. Люди постоянно ошибаются, Постоянно как-то дергают друг другу. И если она не может сказать, извини, она не будет меняться. Она меняться не будет. Если женщина может сказать, если вы хотите найти себе жену, обращайте внимание на то, умеет ли эта женщина извиняться. Если она умеет извиняться, вот это уже 50%, что она может быть хорошей женой. Ей должно быть еще качество, мы об этом поговорим, но умение извиняться, по крайней мере, говорит о том, что она не будет вслепую делать вас виноватым, не будет постоянно обвинять вас и постоянно выгораживать себя. Типа, это не моя ошибка, это ты виноват, это ты виноват. Обратите внимание, когда вы общаетесь с девушкой, когда возникает какой-то конфликт. Действительно ли она все время выставляет так, что это вы виноваты, потому что женщины обладают изумительнейшим искусством. Понимаете, это передается от мамочки к дочке. Делать мужчину виноватым, это целая стратегия. И это делается очень грамотно, очень точно. Вот, например, один пример, вот я вам скажу, как делать. Я вам покажу на примере. Вот, допустим, у меня была в прошлом жена, и я ей, допустим, говорю, сделай, пожалуйста, то-то, то-то, то-то. Может быть, пойти и купи что-то. Она говорит, все, 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 я это сделаю. Иди делай. На следующий день она говорит, слушай, ну сделай это вот, пожалуйста, все, 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 я это сделаю. И не делает. На третий раз мне уже это начинает раздражать, я повышаю голос. И вместо того, чтобы сказать извини, я забыла эти два раза, я извини, я причинила тебе беспокойство. То есть я начинаю повышать голос. И чтобы сказать извини, что она говорит? Не кричи на меня. Оказывается, теперь я виноват, что я на нее кричу. Понимаете? И вы замечали такую вещь, что когда вы спорите долго с женщиной, через какое-то время вы уже не можете вспомнить, а с чего это все началось? Вот если вы это замечаете, то эта женщина постоянно меняет тему обвинения. Понимаете? Она что-то не делает, что должна сделать, вместо того, чтобы извиниться, она говорит, о, ты на меня не так посмотрел, ты меня не так попросил, ты должен был меня попросить очень вежливо. Понимаете? То есть постоянные изменения. То есть дело не в том, что я не выполнила то, что обещала. Дело в том, что ты меня неправильно попросил. То есть я не виновата, и возврат вины тут же на мужчину. Это ты так попросил, это ты виноват, что я это не сделал. Ты виноват в моих ошибках. Если вы такое наблюдаете. Это, в общем, отчасти продолжение того тезиса, что все мужики козлы. Бегите. Просто бегите. Просто бегите, потому что в женщинах это будет только развиваться. Это не уйдет. Если она изначально за первые две недели вашего общения, более-менее тесного общения, она не извинилась с вами даже раз. Не надо за какие-то серьезные извинения. Мелость. Вот она прошла и как-то стукнула вас, как-то наступила, разбила чашку, может быть. Или просто вот как-то поставила чашку так, что там звук такой вот шумно как-то так. Ой, извини. И это так классно, когда женщина умеет извиняться, и эту вещь я нашел на филиппинах. Потому что на филиппинке умеют извиняться. Я не знаю, как это происходит. Мне сложно понять. Я не знаю, как воспитывать. Я не знаю ихнюю культуру. Я не знаю, как их воспитывать. Но я знаю одну простую вещь. Они легко извиняются. Для них нормально сказать, извини меня, я ошиблась. И можете представиться, я после стольких лет, когда ни одна моя женщина, ни одна моя жена ни разу не изменилась передо мной. И они, наверное, были все время правы. И вот когда я приехал на филиппины, вдруг я увидел, они извиняются. И не то, что... Понимаете, мужчина всегда очень добр к женщине. Мужчина готов терпеть эту вину. Мужчина готов нести. Даже когда женщина обвиняет, мне стоит сказать, ты что меня обвиняешь? И вернуть это. Мужчина наоборот. Да-да-да, давай я поправлю. Давай я буду говорить с тобой мягко. Давай, может быть, тебе... Может быть, ты не выполнила то, что обещала, потому что у тебя не было хорошей еды. Давай я тебе куплю еду. То есть чуть что. То есть я не делаю то, но виноват мужчина. И мужчины очень так принимают вину. Я думаю, это ошибка мужчин, которые вот... Ну, они же женщины, они же такие чувствительные. Это не дай бог. Это... А мы постоянно виноваты, потому что это мы не создали для них рай. Это мы обязаны создавать для них рай. И это в культуре заложено, заложено и заложено. И слава богу, есть филиппины и есть здесь женщины, которые участвуют в вашей жизни, которые не занимаются обвинением. Которые не занимаются обвинением. И опять же, не все выбирайте, не все выбирайте. Но это создает такое облегчение, вот как на душе, как будто бы женщина перед тобой извинилась. Вот мне действительно интересно, сколько женщин перед вами извинилось. Сколько раз ваша девушка или жена перед вами извинилась, давайте за последний месяц. Хотя бы раз она извинилась. Если извинилась, поздравляю. Просто поздравляю. Лилейте ее, уважайте ее, заботитесь о ней. И поощряйте извинения, потому что извинения это очень хорошая вещь. Вы понимаете, очень много проблем между людьми возникает из-за того, что люди просто быстро не извинились. Вот если быстро извиниться, допустим, я наступил кому-то на ногу, ой, извини, это и все. Вот пропадает обида, либо какое-то напряжение моментально. Если это не извини, там, а, почему-то меня там, это все начинает накапливаться, накапливаться, накапливаться. Поэтому еще вам такой совет. Если хотите иметь хорошее отношение, просто научитесь извиняться друг перед другом. И это очень улучшит ваши отношения. Я думаю, что даже когда в паре есть такой, знаете, как уже тупик, когда вот никакие, 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 ни то, ни то, ни то. Но и причина, то есть мы не можем уже поделить, уже причина это чаще всего то, что каждый хочет быть правым. Мужчине на самом деле извиниться проще. Я думаю, что женщины это у них проблема с извинением. Просто в основном это проблема, потому что если я извинилась, я не могу манипулировать. Я как бы теряю статус тобой манипулировать. Вот я должна быть безгрешной. Мужчина грешный, конечно же, но я должна быть безгрешной, поэтому я имею право тобой манипулировать. Поэтому если вы где-то в отношениях сталкиваетесь с такой ступором, попробуйте извиниться. Не думайте, кто прав, кто прав. Просто начните извиняться друг перед другом. Притом за самые простые вещи. И увидите, как между вами начнет как теплеть. Как будто бы лед между вами начнет теплеть. Вот такие мои рекомендации. Друзья, я думаю, на этом буду заканчивать. Был Алексей Бу. Тема интересная. Тему мы еще продолжим. Всего хорошего. До связи. Я давным-давно поняла, что мой муж никогда не замечает никаких деталей. Ну, деталей, например, если я сменила цвет ногтей. Детали.